Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Можно ли сохранить легкоатлетический манеж в политехническом вузе? И почему руководство учебного заведения считает, что необходимо развивать другие виды спорта? Камеры фиксации нарушений ПДД сегодня проверяли представители Общероссийского народного фронта совместно с сотрудниками дорожной полиции. Все ли камеры работают исправно? Трудовую неделю сократить до четырех дней, а заработную плату сохранить в полном объеме. Что думает о спорном предложении профсоюзов в Барнаульце? Пока не договорились. Сегодня все стороны конфликта. Разгорелся он вокруг ремонта манежа в техническом университете. Собрались в Министерстве спорта края, чтобы поговорить. На встречу пригласили и журналистов. Напомнило достояние российской легкой атлетики Сергей Шубенков и его не менее именитый тренер Сергей Клевцов заявили, что после ремонта манежа технического вуза и появления там площадок для других видов спорта, на легкой атлетике региона можно будет поставить крест. Их позиция не изменилась и сегодня. Легкая атлетика на сегодня вид спорта номер один в крае. По своим достижениям, по уровню популярности. Поэтому вуз, да, он имеет федеральное подчинение. Я согласен. Но он находится в Барнулии и крае. Интересы вот этих регионов, граждане из вуза, ну извините, они на них просто, ну послангумал, они забили на них. Не будет больше соревнований по легкой атлетике в Алтайском государственном техническом университете. Вот при таком, при такой, скажите, при такой функциональности спортивного манежа. Нельзя их там просто проводить. 100 метров можно. Руководство Политеха практически всю встречу также отстаивало свою позицию. А именно федеральные деньги впервые за долгие годы, выделенные на ремонт манежа, это ни много ни мало 22 миллиона рублей, нужно освоить. Да и развитию других видов спорта, по мнению ректора вуза, тоже необходимо помогать. Наверное, у нас есть и другие виды спорта. Мы не отказываем ни в коем случае и легкой атлетике, и проведение соревнований. Может быть, придется изменить какой-то формат немножко. Может быть, жизнь течет, жизнь меняется, требования. Но все-таки, еще раз повторяю, что Алтайский край – это не только легкая атлетика. На основной вопрос журналистов, можно ли ситуацию с ремонтом повернуть вспять, ответ ректора был однозначным. Все будет зависеть от аукциона по выбору подрядчика на проведение работ. Но ведь конкурс может и не состояться. Министерство спорта края со своей стороны выразило надежду, что в проект ремонтных работ вуза можно будет внести изменения. К слову, о ситуации с манежем здесь узнали лишь неделю назад. К тому же готовы по просьбе Сергея Клевцова в ближайшее время организовать встречу с губернатором региона. Я предлагаю в этом плане, в этом русле отработать. Университету посмотреть, есть ли возможность внести изменения в проектно-смертную документацию с учетом пожеланий, хотелок, требований, не знаю, как это назвать, спортивного сообщества конкретно легкой атлетов. И дальше прорабатывать вопрос, может быть, по развитию легкой атлетики в целом у нас в регионе. Вероятнее всего, что сегодняшняя встреча не последняя, но мы будем следить за развитием событий. Пока к другим темам. Эксперты Общероссийского народного фронта сегодня решили проверить барнаульские камеры фиксации нарушений ПДД. Они оценили, насколько правильно установлены как сами камеры, так и предупреждающие знаки. Сейчас ко мне в студию присоединяется моя коллега Полина Жданова, она тоже была в рейде. Полин, расскажи, вот сколько объектов вы сегодня проверили и все ли исправно, все ли камеры работают как следует? На самом деле мы проверили очень мало объектов, то есть меньшую часть и вся основная работа экспертов ОНФ еще впереди. Но предварительно камеры расположены в правильном месте и находятся, не нарушая никаких законов. Но это еще не все, что стоит знать о камерах видеонаблюдения и какие еще проблемы связаны с видеозаписью на дорогах, я сейчас расскажу. По статистике Алтай-Автодора в Барнауле установлено 45 камер. Правомерность их размещения проверят в ближайший месяц. По закону они все должны быть в поле зрения водителей, поскольку основная цель видеофиксации – не сорвать больше штрафов, а помочь дисциплинировать дорожное движение. Оценивается в первую очередь размещение от края нижней части, от 0,5 до 2 метров в соответствии с ГОСТом 57-145-2016 года. Ну и собственно говоря расстояние технических средств организации дорожного движения, а именно размещение информационных табличек о предупреждении. Но тайная фиксация нарушений не единственная проблема. У камер есть погрешности, из-за которых штрафы получают даже те, кто правила не нарушал. Можете себе представить сумму штрафных, которая собирается благодаря этим погрешностям, если за 24 часа в центр автоматизированной фиксации Барнаула приходит около 3000 фото и видеоматериалов якобы с нарушениями ПДД. Мы решили опросить барнаульских водителей, попадали ли они на штраф без реального нарушения. Как оказалось, большинство даже не вдаются в подробности, а просто исправно платят. Как часто вас фотографируют? Ну, раза два. На каких участках? На Ленинском и на Строитике. У камеры сейчас снимают нарушения, значит, она была. Сколько раз у вас так получалось? Очень много раз. Раз 50 точно. Это на светофорах? На светофорах и по трассе. Я часто. Фото всякие приходят то с камер, то оттуда. Я уже не помню, знаешь, что с фото именно в Барнауле это было. Я не с Барнаулом, но в Барнауле было. А то есть вас, в принципе, фотоют часто, но нарушения было одно? Ну, я просто езжу далеко. Ну, как радары стоят же здесь. У тебя камера радара. Несмотря на то, что материалы нарушений доступны и водителям, и на фото часто видно, что по сути не нарушал, ну, например, не пересек стоп-линию, доказать, что ты не виноват, сложно. К камере виднее. Особенно фиксация грешит зимой, когда стоп-линии и вовсе спрятаны под снегом. Но минимизировать эти самые погрешности никто не собирается. Они, по словам официальных владельцев камер «Автодорстроя», допустимы. Получается, что видеофиксация настроена не в пользу автомобилистов, потому что, как правило, погрешность больше склоняется именно в сторону штрафов. Есть технические характеристики, которые подусматривают. Но в нашем случае таких фатальных каких-то нарушений на комплексах не было. Сотрудники ГИБДД сказали, что если человек уверен, что правила не нарушил, он может оспорить штраф в течение 10 суток. И попытаться доказать, что платить его не должен. Но, как правило, в дорожной полиции камерам верят больше. Кстати, их количество на дорогах с каждым годом будет только увеличиваться, в отличие от инспекторов. Их, напротив, сокращают. Ну, не знаю. Мне кажется, что камера не может заменить живого человека, живого эксперта. Быть может, я, конечно, ошибаюсь в этом вопросе. Будем соблюдать правила дорожного движения. И спасибо, что присоединилась к нам в студию. Российские профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю до 4 дней. Размер заработной платы при этом предлагают сохранить в прежнем объеме. По мнению идейных вдохновителей, современные люди сгорают на работе. Им необходимо больше отдыхать. Пока никаких официальных комментариев от работодателей властей нет. И, вероятнее всего, это предложение не получит поддержки. Мы же решили спросить у бурнаульцев, сколько дней в неделю без особой усталости они готовы работать. Вы за четырехдневную рабочую неделю с сохранением заработной платы вместо пяти дней? Да, конечно. Только за. Я слышал об этой информации. Здравая идея. Больше будет времени свободного. То есть, личная жизнь, отдых. Это замечательно. Три дня выходных – это просто отлично. Это еще и зарплата сохранится? Зарплата сохранится. Это замечательно. Больше свободного времени. Почему нет? Больше времени с семьей, со своими хобби. Да не будет такого. Спасибо. А если бы было? Да не будет. Честно говоря. Мы, пенсионеры, работаем без выходных, ненормально. Больше будет выходных, больше времени на восстановление сил. За, против? За. Но больше времени личного будет. Все, больше плюсов. Никаких других нет. Жители Бийска активно работают. И занимаются благоустройством своих придомовых территорий. Так, в одном из дворов Наукограда появилась детская площадка и спортивный уголок. Все это удалось сделать благодаря выигранному гранту. Детский смех и веселье. Такое встретишь не в каждом Бийском дворе. Игровая площадка в районе вокзала – это место, где собираются дети и подростки со всей округи. Инициативные горожане здесь регулярно проводят развлекательные программы. Вот и сегодня – праздник в честь открытия спортивного уголка. Дети счастливы, родители в восторге, прохожие вообще кайфуют. Очень здорово, молодцы придумали. Хоть какое-то развлечение еще, кроме детских качелей. Ну, я думаю, что наш папа будет сюда ходить и тренироваться. Идея установить уличные спортивные тренажеры родилась еще весной, когда обеечане с депутатом АКЗС обсуждали вопросы благоустройства детской площадки. Инициатива исходила от депутата Андрея Абрамова. Он предложил в нашем дворе устроить спортивную площадку, оборудовать ее спортивными тренажерами. Для этого необходимо было финансирование получить. Он предложил поучаствовать в грантах. Бийчане на конкурс муниципальных грантов отправили сразу две заявки и выиграли. В общей сложности 35 тысяч рублей. Но этого оказалось недостаточно. Поэтому на общем собрании жильцы решили добавить собственные средства. Кроме того, с финансированием помог депутат Алтайского краевого законодательного собрания Андрей Абрамов. Основная мысль, если люди сами что-то делают, депутат всегда помогает. Я стараюсь придерживаться этого принципа работы. Реализация проекта по установке спортивных тренажеров обошлась в 90 тысяч рублей. Оборудование выбирали наиболее функциональное, чтобы во время занятий было задействовано как можно больше групп мышц. Мы решили использовать обязательно на мышцы спины. Это обязательно упражнение на мышцы ног. И комплексный так называемый элипсоид, где задействованы все группы мышц абсолютно человека. Ну и пресса это естественно, ну такой дополнительный тренажер, который важен в любом комплексе. На достигнутом здесь останавливаться не собираются. Бийчане намерены принять участие не только в муниципальных, но и краевых конкурсах грантов. Следующий объект, который появится в этом дворе, будет мини-футбольное поле. Кроме того, общественники планируют установить еще несколько спортивных тренажеров. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий, специально для программы «День с толком». А далее в нашем выпуске сюжет о том, как любовь к прекрасному способна объединить людей самых разных профессий. В Барнауле открылась мастерская, в которой создают деревянные кружки, колючие кактусы, и похожие на настоящие овощи, и все это из керамики. С мастерицами познакомилась Дарья Эйдемиллер. Художник, менеджер отдела кадров, журналист и специалист в области информатики. Вот и весь штат студии керамики ручной работы. Всю эту красоту создает четыре человека. Совместно творить они начали в мае, теперь ездят на ярмарке, где и продают свои изделия. Вопрос прибыли, это наболевшее. На самом деле здесь больше какое-то внутреннее чувство удовлетворенности, довольства тем, что ты делаешь что-то очень полезное и кому-то очень нужно, не только тебе одному. И вот этот вау-эффект, он тоже подогревает. Но, думаю, финансовый вопрос, мы с ним справимся в дальнейшем. В студии делают значки, кружки, тарелки, пиалы всевозможной глубины и размеров. Марина по образованию художник, ей всегда было близко прикладное творчество, а вот у Анастасии диплом журналиста. Но в студии она главная по гончарному кругу. На самом деле мы все тут мастера широкого профиля, потому что и приходится делать разное, и хочется пробовать все техники. Но сейчас в основном я работаю именно за гончарным кругом, выкручиваю разные кружечки, горшочки. Мисочки. Особенно меня затягивают какие-то мелочи. То есть я в основном по брошкам. Это девочки у нас более масштабно. А я, мне вот дико нравятся все эти мелочи, когда ты практически не видишь даже то, что ты делаешь, но затем, когда ты из печи достаешь, это прям целое волшебство. Девушки рассказывают, что красивые кружки и значки – это результат проб и ошибок. Глина – материал непредсказуемый, но больше сюрпризов преподносит глазурь. Цвета запомнить несложно. Например, крокодил, майская зелень и ель – это все оттенки зеленого. Гораздо сложнее предугадать, как глазурь себя поведет в печи. Изначально цвет, он совершенно непонятный, какой-то фиолетовый. А затем получается такой вот очень красивый, зеленый, насыщенный. Для большинства мастериц керамика – это работа. Они каждый день что-то лепят, красят и обжигают. Но для Александры это отдушина. Я и сейчас работаю. Я работаю в сервисном центре. Мы занимаемся техобслуживанием в медицинской технике. А по образованию я магистр информатики и математики. Знаю, что такое перегорание. И боюсь, что если я буду заниматься исключительно керамикой, настанет тот момент, когда просто я перегорю. Клиентов у студии керамики не особенно много. Изделия только заходят на рынок. Но фанаты авторский стиль уже узнают. В планах у мастериц открыть небольшой магазинчик. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи в эфире.